МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тут новость появилась о том, какую работу в настоящее время ищут женщины. Тут много аспектов очень разных. Оказывается, женщины при поиске работы чаще, чем мужчины, называют себя трудоголиками. Трудоголиков среди прекрасной половины 70%, среди сильной половины 60%. Это я ссылаюсь на данные хэдхантера, популярные сервисы по поиску работы. Но вот что еще интересно, чаще всего зарплатные ожидания различаются у мужчин и женщин, соискателей на ту или иную должность. Женщины рассчитывают в нашем регионе, в Кировской области, женщины рассчитывают чаще всего на зарплату в среднем в 30 тысяч рублей, мужчины в 50 тысяч рублей. Ну и так далее по списку. Это вот так, чтобы подчеркнуть, что у нас приближается 8 марта. Ну, мы, как и обещали, как и анонсировали час назад, во втором часе мы будем говорить о новой структуре под названием «Социальный фонд России» или «Фонд пенсионного и социального страхования». Заработала эта организация у нас с 1 января. И все это произошло в результате слияния, можно так сказать, «Пенсионного фонда России» и «Фонда социального страхования». Ну и обо всем мы сегодня подробно будем говорить с нашим гостем. Представим его. Николай Пасынков, управляющий отделением фонда пенсионного и социального страхования по Кировской области. Николай Владимирович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, мы сегодня, мужчины, традиционно начинаем с поздравлений прекрасной половине, поэтому такая возможность у вас сейчас тоже есть, Николай Владимирович. Я действительно хотел бы именно с этого и начинать, потому что вот правильно вы отметили, что по данным вот этого сайта женщин-трудоголиков очень много, и я могу подтвердить, что в нашей организации именно так и есть. Может быть, даже и больше, чем 70%. Кто-то скромничает. Да, даже, наверное, гораздо больше, чем 70%, потому что у нас более 80% сотрудники – это, конечно же, представители прекрасного пола. И я хотел бы от имени мужского коллектива, мы сегодня уже поздравили своих коллег, сделали это креативно, необычно. Но я хотел бы сегодня поздравить всех, кто сейчас является радиослушателем, с приближением этого замечательного праздника, праздника весны, праздника 8 марта. Кстати, надо отметить, что в Российской Федерации он отмечается уже в сотый раз. Это правда, один из самых таких... И преобразование этого праздника, ведь было же известно, что как раз женщины стремились к равноправию с мужчинами, именно поэтому и появился этот праздник 8 марта. Он совсем не был связан с чествованием, любовью и так далее. Он был связан с тем, чтобы добиться для женщин тех же самых условий, что и для мужчин. Чтобы не было такого, что женщины рассчитывают на 30 тысяч, а мужчины на 50. Вот именно. Но они и добились того, что трудоголиков стало больше гораздо, чем мужчины. Ну, так или иначе, у нас же есть сферы деятельности, профессиональной деятельности, где женщинам доступ закрыт законодательно, если не ошибаюсь. До сих пор остается. Их уменьшается количество постепенно. Вот буквально на днях была новость о том, что женщина у нас впервые стала машинистом поезда дальнего следования. Вот первая женщина в России. Да, есть и летчики женщины, в том числе и военной авиации. Ну, кстати говоря, вот, наверное, это ограничение совершенно условное. То есть, ну, почему вот не может быть женщина-машинистом электровоза или поезда дальнего следования? Я, кстати говоря, свою трудовую деятельность тоже начинал с того, что я был помощником машиниста электровоза. И надо сказать, что вот это несколько такая романтическая профессия. Правда, она очень сложная с точки зрения времени. То есть, поездка могла начинаться там, допустим, в 3 часа ночи и заканчиваться тоже в 3 часа ночи. И каким-то образом надо было добираться. Конечно, это сложности. И в любой профессии есть сложности. Но давайте мы вернемся к социальному фонду. Давайте. Итак, на самом деле... С чем связана была эта реорганизация, эти изменения? Как вы на новые рельсы, раз уж начали использовать эту железнодорожную тематику, куда перешли? Или особых изменений не ощутили? Ну, начнем мы, наверное, с того, что эта тема возникала достаточно давно. Значит, она возникала еще с того времени, когда появился, ну, вот, скажем, такой термин, обслуживание всех социальных вопросов через казначейство. А в дальнейшем возникла тема социального казначейства. То есть, ну, все-таки казначейство, то федеральное, которое обслуживает юридические лица, наверное, было бы не в состоянии обслуживать и в том числе и физические лица. Ну, представим себе... Нагрузка большая. Да, получатели пенсии, там, 40 миллионов, это очень большое количество. И если ввести по каждому этому гражданину некий его персональный лицевой счет, то, наверное, надо иметь какую-то огромную совершенно структуру. Поэтому было принято решение по объединению двух фондов, которые с точки зрения правительства проводят некоторые функции, исполняют. Они близкие по содержанию. Ну, что значит близкие? Мы действительно проводим работы, связанные в первую очередь с пенсионным страхованием. То есть, известно, что в 98-м году была организована работа по созданию персонифицированного учета. Это сейчас глобальная база данных по всем гражданам Российской Федерации. И СНИЛС является наравне с паспортом вторым идентификатором для гражданина. Используется везде, во всех случаях и всеми организациями. Это самая большая, наверное, доля того, чем занимался пенсионный фонд. Ну, естественно, это формирование пенсионных прав. Опять же, на базе персонифицированного учета. И выплата пенсий, их у нас несколько разных видов. И получателей у нас только в Кировской области 418 тысяч. А в Российской Федерации это огромное количество. Естественно, эти базы данных нужно содержать, обслуживать, содержать в актуальном состоянии. Что касается дополнительных функций, ну, как известно, нам было поручено ввести материнский семейный капитал. И это было, как бы, одним из основных факторов влияния на демографическую ситуацию в Российской Федерации. А за последние годы, в том числе ковидные годы, к нам добавились еще иные выплаты, которые были связаны с поддержкой семей с детьми. Ну, вот, собственно, это наше направление деятельности, которое мы ведем. А фонд социального страхования – это вопросы, которые связаны с временной нетрудоспособностью, родовые сертификаты, это выплата, связанная с больничными листами, это страхование от несчастных случаев, это обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Вот это направление, которое тоже связано фактически с той же самой категорией граждан, которой мы выплачиваем пенсию. Поэтому было принято решение посмотреть возможность объединения двух этих структур в единую. А если вот, смотрите, говорить об объединении, да, то есть это было просто слияние, или все равно происходила некая реструктуризация? То есть кого-то убрали, кого-то добавили? Не совсем слияние. Вот слияние, я так понимаю, что слияние двух рек Камы и Волги, еще неизвестно, значит, Камы впадают в Волгу или Волга впадает в Каму. А вот у нас было несколько другое. У нас было присоединение к пенсионному фонду, было присоединение к фонду социального страхования. Ну, почему присоединение, тоже, наверное, понятно. Потому что даже по штату и по структуре того и другого юридического лица выглядело примерно так. В пенсионном фонде в отделении, допустим, по Кировской области работало 1300 специалистов, а в фонде социального страхования – 320. Ну, понятно, что это было присоединение. Структура, конечно же, несколько изменилась, но фактически серьезного преобразования она не имела. Почему? Потому что функции-то остались те же, и специалисты фактически в тех подразделениях, в которых работали, они так и остались работать. А вот изменилось, допустим, было две бухгалтерии – стало одна. Было два экономических отдела – стало один. Было две кадровые службы – стало одна. Ну, это организационные моменты уже традиционно возникающие. Но на самом деле это не очень простая задача, поэтому у нас было… То есть не возникло дублирование функций, да? Ну, а вот как раз мы при объединении, то есть при создании новой структуры максимально убрали все дублирующие функции. Конечно, к этому была подготовительная работа. Вот задается вопрос, а как это повлияло на граждан, собственно говоря? Задача стояла именно так, чтобы это никак не повлияло. А если и повлияло, то улучшило качество обслуживания. Ну, знаете, хочу сказать, мне кажется, это было одно из самых тихих вообще, в принципе, объединений структур в России. Причем две достаточно крупные структуры, особенно учитывая, что это пенсионный фонд. И как-то все так… С большим опытом работы, многолетний, да? И как-то так все прошло, как будто бы ничего и не произошло. Ну, для граждан. Или мы можем не знаем каких-то проблемных моментов, да и незачем их знать. Нет, я к тому, что обычно все равно бывает, когда происходят какие-то такие вот вещи, все равно в сети появляются какие-то жалобы, люди не понимают, куда идти, что делать, как теперь это работает. И дальше платить, да, а в телесроке, а в тех объемах и так далее. Я практически не сталкивалась с какими-то там вот жалобами, комментариями, где-то еще что-то. Возможно, вы в работе столкнулись. Ну, давайте постараюсь прокомментировать. Ну, на самом деле, если есть какой-то позитивный результат каких-то серьезных действий, это говорит о том, что была проведена очень серьезная работа. Ну, во-первых, это было объединение не в течение одного дня, одного недели, одного месяца, а в течение, велась подготовка в течение фактически, ну, почти что года. Девять месяцев, примерно, у нас было на то, чтобы провести это объединение. Естественно, была подготовлена дорожная карта, где было детальнейшим образом прописано каждое действие, причем они были увязаны одно с другим, то есть каждое завершение одного действия предполагало начало другого и так далее. То есть это все было прописано абсолютно от и до. В течение нескольких месяцев мы проводили работу по смежным нашим направлениям деятельности, чтобы, во-первых, уладить структуру, понять нагрузку на специалистов и понять возможность взаимодействия между этими структурными подразделениями для выполнения своих задач. Вот именно поэтому, очевидно, каких-либо серьезных негативных моментов у нас и не возникло. Я думаю, что это было не только в Кировской области, это было в целом в Российской Федерации. Задача была очень серьезно поставлена. Ответственность мы ощущаем на себе и понимаем смысл этой ответственности. Заключается она в том, что фактически сейчас эта структура является одной, наверное, из основных в вопросе социальной стабильности в государстве. Что касается контактов непосредственно с гражданами, способов и путей их обращения в социальный фонд, все это сохранилось на прежних позициях? Да, более того, изначально мы начали работать по поводу оценки вот этого материального обеспечения, то есть где, собственно говоря, можно организовать работу так, чтобы она была качественна и никаких дополнительных сложностей не возникало у граждан. Мы все это проанализировали и фактически у нас весь прием сейчас в клиентских службах, так у нас называются те офисы, которые находятся в районах, они остались там, где находился пенсионный фонд. Во-первых, потому что у нас там была структура не один-два человека, как, допустим, в фонде социального страхования, а у нас там были везде клиентские службы либо отделы. То есть это были помещения, в которых можно разместить дополнительно один-два человека. И плюс вот эти специалисты стали вести прием в рамках тех требований, которые предъявляются к пенсионному фонду. То есть стандарты стали для оказания всех услуг одинаковы. А вот сколько услуг? Вот даже, наверное, трудно себе представить, что пенсионный фонд оказывал 43 государственных услуги. Я не говорю даже о подуслугах, которые там в некоторых услугах даже до 10 доходят. Разветвление там идет. А фонд социального страхования оказывал 17 услуг. То есть вот вместе у нас получается почти что 60. И надо сказать, что и пенсионный фонд, и фонд социального страхования эти услуги оказывал и напрямую. То есть сам принимал специалист документы и гражданина. Либо через многофункциональные центры, вот таких, допустим, пенсионный фонд оказывал 25 услуг. То есть мы могли через многофункциональные центры получать документы и оказывать услуги. И снова отправлять уже решение в многофункциональные центры. А фонд социального страхования 6 услуг. Но, конечно же, самая главная задача – это максимально перевести все услуги в электронный вид. Чтобы гражданин не тратил вообще время искать, куда идти, что нужно туда принести. А чтобы он мог зайти на портал госуслуг, перейти на тот сайт, на котором размещены все те услуги, которые пенсионный фонд и фонд социального страхования. А сейчас это у нас как раз социальный фонд Российской Федерации есть такой сайт. И, зайдя на эту услугу, максимально просто оформить необходимое заявление и, собственно говоря, получить эту услугу. Вот у нас все больше граждан действительно обращаются именно через портал государственных услуг. А есть цель какая-то конкретная? 90% обращателей должны через госуслуг еды? Цель есть, конечно, есть. У нас есть программа цифровой трансформации, которая является одной из основных сейчас в государстве. И там действительно есть конкретные требования. К концу 2024 года, насколько я помню, надо до 94% довести процент оказания услуг через электронные сервисы. Ну вот, мы, собственно, к этому и стремимся. У нас, естественно, на каждый год и на каждый квартал есть определенные проценты, которые мы должны выполнить. Да, это очень серьезная работа. Но хочу отметить, что она требует взаимности. Не только организация должна уметь это оказывать услуги, но и население должно уметь. Конечно, от многих факторов зависят и труднодоступные отдаленные районы, где проблемы с выходом в интернет, доступность, связи. Вот именно поэтому у нас клиентские службы и остались во всех районах. И они продолжают, в том числе, работать с теми гражданами, у кого элементарно нет смартфона. Он не может выйти через портал государственных услуг. Обычно это люди пожилые. Да, совершенно правильно. У них возникают такие сложности. Страхователи, как на них сказалось это слияние, вернее, присоединение фонда социального страхования к пенсионному фонду. У нас же есть график, пока был ранее, график обязательных взносов, осуществления. Тут какая-то реорганизация произошла ли? Стало ли проще? Да, это было комплексное решение. То есть все изменения, которые предполагались, они предполагались с точки зрения улучшения для потребителей этих услуг. Ну, вот, скажем, что для страхователей произошло. Ну, во-первых, для страхователя упростилась система вообще начисления страховых взносов. Теперь это будет единый тариф. То есть страхователь будет не в разные фонды уплачивать и начислять по каждой категории какие-то свои тарифы, рассчитывать и потом думать, правильно он или нет сделал, а начислять единый тариф. Дальше уже при поступлении средств в федеральное казначейство, федеральное казначейство будет распределять по соответствующим статьям расходов, которые эти средства будут использованы. Поэтому для страхователей, я так понимаю, что это абсолютно позитивное решение. Плюс к тому, ведь кроме платежей, есть еще, то есть платежи это финансовые потоки, а есть информационные потоки. После того, как они оплатили эти страховые взносы, они должны еще представить отчетность. И вот у нас, мы переходим с 1 января на единую форму отчетности, она объединяет в себе 5 разных отчетов, которые раньше представлял страхователь. Ну, естественно, единая форма отчетности, она не очень простая, но в том-то и дело, что она единая, а не 5 разных отчетов. Раз сделал и все. Раз сделал и все. Я думаю, что это постепенно войдет в нормальную такую колею, и все страхователи научатся правильно заполнять эту отчетность, и это тоже будет вторым позитивным моментом. А по срокам? Я перебью, прошу прощения, отчетность, это тоже можно онлайн заполнить? Или это все же? Конечно, конечно. У нас практически 90% всех страхователей сдают отчетность в электронном виде. И даже законодательно они обязаны сдавать эту отчетность, если более 10 застрахованных лиц у этого страхователя есть, он обязан сдавать в электронном виде. Вот этот закон, на самом деле, очень помог для того, чтобы перейти от бумажных к электронным технологиям. А по срокам напомните? По срокам у нас ежемесячная отчетность у нас будет по бюджетной сфере, и ежеквартальная будет вот этой единой формы отчетности. А раньше было не так. Раньше, допустим, нужно было ежемесячно представлять форму о тех, кто работает и не работает, так называя СЗВМ. На основании ее мы уже принимали решение об индексации пенсии, работающим или неработающим. А сейчас это все будет за счет анализа той электронной трудовой книжки, которая ведется сейчас в отношении каждого. Ну да, этот документ тоже у нас, да, цифрован. Поэтому вот это второй плюс. Дополнительно еще, что произошло, вот так как единый тариф был введен, те категории, которые у нас ранее были не по основному месту работы, а, скажем, по гражданско-правовому договору, за них не уплачивались страховые взносы, они не имели права на определенные социальные гарантии. С введением вот этого единого тарифа, единой отчетности, в правах они все уравнялись. То есть они будут получать те же самые социальные гарантии, которые получали и работники, которые по трудовому договору работают у страхователей. Как мы их в обычной жизни называем? Не без оформления работающие, что ли? Нет, нет, нет. Это гражданско-правовое, значит, у него есть договор на выполнение каких-то работ. То есть это вот временно человек пришел... То есть он не в штате, не в постоянном находке находится. Ну и там, значит, также изменения произошли и для частных предпринимателей. Если они регистрируются, если они начинают уплачивать страховые взносы, то они точно так же получают эти социальные гарантии, которые получают и застрахованные граждане, которые работают по основному месту работы на предприятии. То есть вот эти изменения для страхователей, они существенны. Причем, значит, этот единый тариф еще позволил увеличить выплаты, связанные с временной нетрудоспособностью. То есть там вот есть конкретные цифры, которые можно оценить по разным видам выплат, как действительно весьма позитивные. Там примерно на 15-20% эти выплаты просто вырастут. У нас остается 5 минут до небольшой рекламной паузы. Я напоминаю, что мы беседуем с Николаем Пасынковым, управляющим отделением фонда пенсионного и социального страхования по Кировской области, или попросту это социальный фонд России. И время возникновения новой структуры социального фонда совпало с временем появления единого пособия, так называемого. Тоже у нас это произошло с 1 января 2023 года. К огромному списку пособий добавилось пособие со словом «единое». И самое, что интересно, вот казалось бы, единое пособие должно снимать вопросы, но мне кажется, столько вопросов, сколько было по единому пособию, ни у кого не возникало, потому что изначально, когда появилась информация об этом едином пособии, почему-то ничего более нигде, никакие официальные органы не дали. То есть просто выдали пресс-релизы о том, что будет единое пособие. Что? Кому? За что? От того нужно отказаться. И, в общем, сеть, если почитать там какие-то вот эти вот женские группы кировские, еще что-то там просто тысячи этих комментариев были. Что это? Да-да-да, мамочек там в первую очередь интересовало пособие от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет. И вот такие дискуссионные такие площадки достаточно наколены так были. С чем вы столкнулись? Поделитесь. Ну, боюсь, я за 5 минут, а сейчас уже, наверное, 4 осталось. Ничего, ничего, мы перейдем. Перейдем. Перейдем уже, да, во вторую половину программы. Давайте вот с чего. Дело в том, что вот те пособия, которые объединило, вот это единое пособие, да, это 5 разных пособий. Вначале хотели объединить 6, но одно из них все-таки из бюджета не федерального уровня, а из бюджета местного. Нашего, регионального. Поэтому оно осталось за соцзащитой. Они, во-первых, были введены в разное время, разная нормативная база была и разные условия их назначения. Значит, поэтому вопросов было и раньше достаточно много. Но здесь, на мой взгляд, в чем была суть этих вопросов? Потому что с 1 января ввести для всех одинаковые условия было невозможно. Почему? Потому что эти категории, которые ранее подавали заявление, к примеру, одна мамочка подавала заявление в марте, другая в июне, третья, значит, в декабре. И срок разный был, собственно, отчисления. Да, и срок разный. Я называю эти транзитные группы, да. У каждого свои особенности. Значит, главное правило было введение этого единого пособия, что если при назначении этого пособия условия прежних выплат останутся более выгодными, то лучше оставить прежние и дождаться, когда они закончатся. То есть больше получить. Да, больше получить. И вот у мамочки возникал вопрос, надо ли мне сейчас написать заявление, или надо написать потом заявление, или на сколько детей надо написать заявление. Потому что там разность совершенно в категории. Начиная от беременных женщин, которые встали на учет, кончая, значит, 18 годам детей. И поэтому вот эти все условия, они были совершенно разные. Поэтому мы действительно столкнулись с огромным количеством вопросов. Но главная задача наша была, это есть и будет, это клиентоцентричность. То есть во главе всех процессов стоит сам человек. Вот в данном случае это семья, это мамочка, которая пишет заявление. Поэтому мы старались при получении этих заявлений, и делая расчет, что если оно невыгодно, то вставили в известность эту семью о том, что вам на это заявление нужно, наверное, переписать, допустим, не на всех детей, а на столько-то детей. Поэтому у вас будет гораздо выгоднее сумму получать. Это все делали специалисты, которые обрабатывали данное заявление. В каждом случае индивидуально, что называется, разбирались. Да, абсолютно точно. Могу сказать, что нет двух одинаковых семей, у которых абсолютно равные какие-то условия. Минутку у нас остается. Каждый раз, когда вводят какие-то новые пособия, мне с каждым разом кажется все более привлекательной идея безусловного дохода. Когда все граждане получают в месяц какую-то фиксированную сумму, и мы убираем все эти процессы, завязанные на подсчеты финансового положения, процентов, еще чего-то. Сколько там приходится среднедушевого дохода на каждого члена семьи и так далее. Смысл как раз заключается в том, чтобы оказать материальную помощь тем семьям, которые действительно в данном случае нуждаются. Делаем небольшую рекламную паузу. Полторы минуты. Николай Пасынков у нас в студии, управляющий отделением фонда пенсионного и социального страхования по Кировской области. Скоро вернемся. Дневной разворот продолжаем. Николай Пасынков у нас в гостях, управляющий отделением фонда пенсионного и социального страхования по Кировской области. Понадобится мне, видимо, пара дней, чтобы запомнить новое название. Начали мы говорить до перерыва о едином пособии. И вот сейчас перерывщики... Давайте ответим, так надо или не надо писать на единое пособие сейчас? Когда-то придется это сделать? Начнем мы с того, что у гражданина есть право вообще написать заявление на единое пособие. Другое дело, что если у него прежние пособия, которые он получал, были 100%, то смысла писать заявление на новое пособие не нужно. То есть больше сумма... Выше этой планки не будет. А если у него было не 100%, то, конечно, заявление написать нужно, но прежде нужно проанализировать. А что произошло с того момента, как этот гражданин или эта семья получила право на получение мер социальной поддержки? Ну, вот для примера могу сказать, что если существенно увеличилась заработная плата, то, наверное, нет смысла писать заявление, потому что вообще может быть отказ. Потому что учет дохода – это основной фактор для расчета. Но прямо скажу, что если мы увидим, что семья получает отказ, мы заявление это рассматривать не будем. И проинформируем эту семью о том, что им выгодно получать до окончания действия прежнего решения. А решение это действует один год с момента назначения. То есть в органы соцобслуживания вы сообщать не будете про эту семью? То есть никто семье резко пособие не отменит? Нет, стоп. Органы соцобслуживания сейчас никакого отношения к этим пособиям не имеют. Значит, они все переданы, все эти получатели, они переданы нам, и мы теперь с 1 января выплачиваем эти суммы. За исключением одного пособия, которое осталось из бюджета Кировской области. Далее, если произошли какие-то существенные изменения в материальном обеспечении, ну, условно говоря, если появилась новая квартира, новая машина и так далее, то есть действительно нужно это учитывать. Почему? Потому что кроме самого закона, который определяет, что такое единое социальное пособие, есть еще и правила назначения и выплаты этих социальных пособий. И там есть огромное количество, ну, не огромное, большое количество ограничений, которые в том числе рассматриваются при получении этого заявления. Ну, вот, в первую очередь, это имущественное положение. Ну, вернее, в первую очередь, это доходы. Доходы, да. Мы получаем информацию, то есть, вот, хочу обратить внимание, что гражданин пишет только один раз заявление, и все. Мы, получая заявление, автоматически отправляем в разные службы, отправляем запросы на предмет получения информации конкретно об этой семье. Если заявление написано корректно, что значит корректно? Указаны все члены семьи и указаны все эти виды доходов, о которых идет речь. То в таком случае мы делаем запросы в эти все организации и получаем подтверждение, либо не получаем подтверждение. И на основании вот этого уже комплекса полученных ответов на запросы и делается вывод о материальном обеспечении данной конкретной семьи. И надо сказать, что чаще всего отказы, вот, если мы сейчас посмотрим, какое количество заявлений мы получили на единое пособие, это уже больше 40 тысяч. 40 тысяч, там, 180. Начиная вот с 1 января, да? С 1 января, да. И если вот про 1 января сказать, то в 1 января нам поступило порядка 5,5 тысяч. 1 января прям? Ну, Новый год наступил, люди начали пытаться... 1 января новая жизнь, новые пособие. И поэтому надо сказать, что наши специалисты фактически все праздники новогодние занимались обработкой данных заявлений. Ну, есть ведь сведения о том, что люди ведь зачастую как-то пытаются спорить и выяснять, а почему у меня доход учтен, его вроде как и не было, в интернете полно таких историй. Нет, ну, естественно, к нам обращаются по этому поводу, мы перепроверяем, даем ответы. Значит, в каких-то случаях, а случаи эти тоже могут быть с чем связаны, что мы получили, скажем, неполную информацию от какой-то структуры, ну, скажем, о, допустим, квартирах, земельных участках, автомобилях. Очень часто бывает недостоверно, то есть какая-то уже устаревшая информация о том, какие автомобили находятся. С автомобилями такое, правда, случается. Вот, поэтому, если нам приносят какую-то информацию дополнительную, что действительно вот на дату подачи заявления у него этот автомобиль был продан и снят с учета, ну, тогда, собственно, мы и пересматриваем это заявление. Но суть-то как раз заключалась именно в том, что мы должны получить всю эту информацию без участия гражданина от всех служб, которые обязаны представить или обладают этой информацией. Вот это, кстати говоря, то магистральное направление изменения вообще оказания всех государственных услуг по социальному обеспечению и социальному страхованию, да, оно заключается в том, что мы должны обладать информацией, которая находится, скажем, в портале ЕГИСО по всем гражданам, которые имеют право на меры социальной поддержки, ну, проактивно, то есть до того, как, собственно, он подал еще заявление. То есть мы должны обладать этой информацией. Поэтому у нас есть поставщики информации, которые обязаны своевременно и в полном объеме представлять достоверную информацию и актуализировать ее в случае изменения. То есть вот, по сути, то, что мы с вами начинали разговор, что вот казначейство было создано, так называемое, социальное казначейство, но оно не является структурным подразделением, оно является технологией работы. То есть у нас есть программа, в которую очень многие организации представляют информацию. На основании этой информации мы, собственно, и проводим работу по оценке материального положения семьи. Про отказы вы начали говорить. Много вообще отказов? Ну, отказов у нас на уровне порядка 49% из всего количества. То есть вот если 40 тысяч 190 обращений сейчас, то половина из них 19, там 600, по-моему, это отказы. Причем хочу обратить внимание, что некоторые отказы, они, ну, скажем, за месяц по несколько раз гражданин один и тот же обращается. То есть они просто учитываются. Да, они тоже учитываются. А что люди недооценивают? Зарплату свою или имущество? Трудно сказать. Некоторые чуть ли не каждый день пишут эти заявления. А вдруг прокатят? Да, тут ведь надо уточнить, что по количеству заявлений, это ведь граждане не ограничены. Да, совершенно правильно. Они на это имеют право. Другое дело, что ведь на портале Госуслуг, в том числе после принятия решения, есть информация о том, по какой причине сделан отказ. И если там сказано, что по причине, так сказать, того, что у него есть две квартиры, ну, наверное, надо задуматься, если он завтра подаст снова это заявление, то у него эти две квартиры также и останутся. Ну, или помнить случай, ситуацию, вернее, прошлого года, когда региональный прожиточный минимум, правильно я формулирую, был поднят с наступлением лета. Да, там дважды менялся. Да, и, соответственно, если летом писать заявление, то ты уже можешь попасть, потому что увеличились суммы. Видите, прошлый год он был очень неординарный. Если вы помните, там и, значит, все банки, значит, ключевую ставку поднимали, значит, чуть ли не в 2-3 раза. 15, по-моему, нет, 17 даже. Было, да, дело. Ну, это была такая ситуация, поэтому, собственно, и прожиточный минимум был поднят, именно исходя из того, что действительно реальные цены на все продукты, они оказались гораздо выше. Но в этом году у нас принято и действует этот размер прожиточного минимума на основании решения законодательного собрания, и тут никаких вопросов вроде бы не возникает. Ну, с 1 января у нас, как известно, еще индексация пенсии, социальных выплат произошла, да, собственно, традиционное явление. Это совпало как раз таки вот с присоединением, все гладко прошло. Да, у нас в действительности это уже как бы понакатанно все идет. И если вы заметили, про пенсию практически сейчас никаких разговоров-то и нет. Вот про пособие, да, вопросов достаточно много, и они, наверное, будут продолжаться. И они будут, мне кажется, продолжаться до тех пор, пока вот эти транзитные группы не закончат получение... Переход, скажем так. Да, переход к единому, действительно. И когда вот это будет уже, скорее всего, ближе к окончанию этого года, когда все полностью перейдут на единое вот это социальное пособие, тогда этих вопросов, скорее всего, и не будет. Если будут, то единицы. Теперь вернемся к пенсии. Да, к пенсии. То есть пенсия у нас индексируется в соответствии с законодательством. На 4,8% она была проиндексирована. Но прямо скажу, что в этом году, ввиду того, что было объединение двух фондов или присоединение фонда социального страхования к пенсионному фонду, было принято решение о выплате пенсии авансом. То есть фактически более чем за полмесяца, то есть за 17 дней, была выплачена пенсия в декабре месяце. Почему это было, с чем связано? Это было связано с тем, что все эти реорганизационные мероприятия приводят к тому, что нужно массу различных решений принять, в том числе по регистрации нового юридического лица. И для того, чтобы не было никаких сбоев, было принято решение проавансировать выплату пенсии и иных пособий в декабре месяце. То есть на всякий случай. Да, совершенно правильно. Ничего там не произошло у нас, никаких сложностей. Но, тем не менее, пенсия была выплачена в большом объеме, была выплачена в декабре. Никаких проблем здесь у нас не возникало. И все индексации, которые должны были быть проведены, и пенсии, и, скажем так, с 1 февраля у нас была индексация социальных пособий, но она уже была на 11,9%. Это по решению правительства. То есть правительство принимает решение о уровне индексации тех или иных выплат и пособий. И тоже объясняется чем? Объясняется тем, что пособия социальные индексируются один раз в году. А в прошлом году, как мы уже с вами говорили, что там были особые условия, индексация пенсии была доверена, было принято решение о том, чтобы правительство самостоятельно принимало решение, не законодательно, то есть не изменяя нормы закона, а принимали решение по ситуации, по индексации пенсии дополнительной. И, как вы знаете, в прошлом году этих индексаций было несколько. Поэтому для того, чтобы подтянуть размер социальных пособий, получилось, что здесь разница процентов индексации. Все эти индексации точно так же проведены и по материнскому семейному капиталу, и на первого ребенка, и на второго ребенка. То есть тут существенно суммы выросли. Вот на второго ребенка сейчас вообще у нас 775 тысяч уже материнский капитал. Хочу напомнить, что начинали мы с 250 тысяч. То есть вот за несколько лет, ну не несколько, больше десятков лет. Чуть-чуть больше 10, да, с 12-го года, по-моему. Поэтому все эти индексации мы провели своевременно, в полном объеме, и все суммы выплачены получателям своевременно. — Медработники у нас, да, как известно, получили новые выплаты. Это был указ президента, да, начисление этой категории работников специальных выплат, и тоже все это в вашем видении. Напомните механизмы, кому полагаются, надо ли заявлять о себе, чтобы эти выплаты получить, либо тоже вот все в автоматическом в таком режиме происходит. — Ну, для гражданина это в автоматическом режиме. Под гражданином здесь мы понимаем медработники. — Ну да, работники в этой сфере. — Значит, это принято было решение по аналогии с теми ковидными выплатами, которые проводились в 2020-2021 году. Значит, для чего это решение принято? Это принято решение для того, чтобы закрепить медицинских работников, в первую очередь в сельской местности. То есть речь идет о тех медработниках, которые работают в районном звене. Там есть градация, начиная от главного врача и кончая медсестрой, какие суммы они могут получать в течение месяца, при условии, что они полный месяц отработали, или за отработанное время. Каким образом, какой механизм? А механизм здесь очень простой. Вначале Министерство здравоохранения определяет как раз перечень тех медицинских учреждений, сотрудники которого имеют право получать эту дополнительную или специальную социальную выплату. Далее медицинские учреждения вместе с Министерством здравоохранения региональным готовят реестры на конкретных вот этих медицинских работников и представляют их для проверки. Значит, проходит проверка, и после этого по данным реестрам проводится выплата. Уже Социальный фонд Российской Федерации делает выплаты в отношении этих работников. Значит, там медицинское учреждение, кроме персональных данных, представляет еще реквизиты, куда перечисляются средства, и поэтому все это происходит в автоматическом режиме. То есть приходит реестр, он проверяется, и на основании этой проверки делаются выплаты. Реквизиты каждого конкретного работника. Конечно. Индивидуальные. Вот этот вот беззаявительный характер выплат, насколько это традиционная вообще история для фонда, и есть ли, возможно, опять же, какая-то цель увеличить количество именно такого характера работы, когда не нужно специально писать какое-то заявление, то есть система, там, тебе налоговая, еще кто-то учитывает уже и выносит по тебе решение, да? Раз тебе и такой подарок прилетает, да, с периодичностью. Ну, или не прилетает. Ну, такие случаи бывают. К нам, допустим, через социальные сети пишут, мне поступило 13 тысяч 900, там, сколько там, 64 рубля. Что это такое? Так вы читаете, наверняка ведь написали, обосновали, что это за вопрос. Это сумма прожиточного минимума на гражданинов Кировской области. Значит, что могу сказать по поводу вашего вопроса? Дело в том, что социальный фонд, как и ранее пенсионный фонд и фонд социального страхования не принимает самостоятельные решения, как и кому выплачивать и в каком виде, значит, и технологии выплаты. Как я уже сказал, для того, чтобы получить ту или иную выплату, мы вначале имеем нормативный документ в виде федерального закона и имеем некий порядок или правила организации выплаты, в которых все абсолютно нам прописано. Наша задача точно выполнить то, что написано в этих документах. Поэтому решение принимает, как вы понимаете, правительство, и оно определяет весь порядок, как и кому, и в каком виде надо выплачивать. Поэтому мы стараемся... Но для работы это было бы удобнее или вам технически без разницы? Вы знаете, я уже назвал такую фразу клиентоцентричность. Для нас удобнее то, что удобнее клиенту. И это главная задача. То есть мы должны подстроиться под те условия и те желания, которые есть у получателей конкретных. Вот наша задача. Кстати, если продолжать про работу непосредственно с клиентами, с людьми, которые к вам обращаются, может быть, о планах дальнейших тут еще стоит упомянуть, вот как еще сделать ближе, чтобы проще было и обратиться людям. Вообще, явление такое, как очередь, оно, наверное, давно уже исчезло в пенсионном фонде. Вернее, в бывшем уже пенсионном фонде. Ну вот сегодня, к примеру, у нас была такая акция, мы уже по ней с вами говорили. Мы вручали такие бумажные цветы, которые... И вы их сюда нам принесли тоже подарили. Информационные тюльпаны так называемые. И я посмотрел, какая там была очередь, там вообще никакой бы очереди не было. Там вообще фактически не было посетителей. Мы-то предполагали, что перед 8 марта их будет много, и поэтому все-таки все вручили. Учитывая то, что выходной день, люди, возможно, пойдут решить какие-то свои задачи. Это говорит о том, что в большинстве случаев все вопросы, связанные с конкретным временем приема, у нас уже решены. Каким образом? Ну, первое. Значит, мы ведем уже достаточно давно так называемое дистанционное обслуживание. То есть есть единый номер нашего регионального контакт-центра, по которому можно получить любую информацию. Но сразу же скажу, каким образом можно получить в том числе персональные данные. У нас есть так называемое кодовое слово, или, скажем, такой пароль. И это как одна из услуг реализована через портал Госуслуг. То есть если человек обращается, и он точно так же, как пин-код, допустим, себе ставит... То есть информация, которая известна только ему. И если он обращается по какой-то теме, которая касается его персональных данных, и называет это кодовое слово, то мы имеем право на основании действующего законодательства предоставить ему информацию по этому телефону. Из любой базы данных. Вот этот региональный контакт-центр подсоединен ко всем базам данных, в которых есть информация любая, которая интересует наших клиентов. За счет этого мы сняли количество, достаточно большое количество посетителей, которые просто приходили получить эту информацию, вот придя в офис. Первое. Второе. Значит, задача связана с тем, чтобы мы заблаговременно проводили работу по различным видам оказания услуг. Ну вот начнем с пенсии. С этого года, вернее с прошлого года, начали информировать женщин в 40 лет и мужчин в 45 о том размере пенсии, который они бы получили, если бы выходили женщина в 40 лет, а мужчина в 45. И это многих, скажем так, сильно смотивировало. Только хотелось сказать, то есть вы вот это решили к 40 годам людям настроение испортить, да? Нет, мы к 40 годам решили, значит, некую инъекцию мотивации дать. То есть вот они увидели, какой размер пенсии, они знают, какой размер пенсии сейчас получают пенсионеры. И у этого гражданина еще остается 20 лет для того, чтобы поправить эту ситуацию, если она, ну скажем, не совсем его устраивает. Потрудиться активно. Потрудиться, да. Угу, хорошенько. Так вот, этот мотиватор очень важный. И он на самом деле дает заранее, заблаговременно информацию о том, какой может быть размер пенсии. А вот дальше что получается? А дальше накануне достижения пенсионного возраста мы приглашаем всех граждан за два года, сейчас уже начали приглашать, для того, чтобы полностью проанализировать пенсионные права, которые он заработал. И если есть необходимость, мы оказываем помощь, как можно получить ту информацию, которую у него, скажем, на лицевом счете нет. Вот яркий пример это было за последнее время, это включение стажа службы в армии для мужчин. То есть полностью все сейчас мужчины в Кировской области, которые достигают пенсионного возраста, у них все учтены эти права. Раньше этого не было. Вот что значит заблаговременная работа? То есть мы провели ее, если гражданин видит, что все абсолютно права у него учтены, он нам пишет заявление, что он согласен с тем, чтобы при достижении пенсионного возраста он не приходил с заявлением, а мы автоматически ему назначили. То есть вот это и есть в том числе та форма работы, которая снимает количество посетителей у нас в офисе. Такую же работу мы проводим по назначению пенсии инвалидам. Вот сейчас есть государственные информационные ресурсы, которые ведут информацию по всем инвалидам. Если мы видим, что вот вчера, к примеру, принято решение о назначении такому-то гражданину такой-то степени инвалидности, завтра он уже получает пенсию. Ну, не получает, а ему уже назначена пенсия на основании этих данных. Ему не нужно идти с какой-то справкой и говорить, что вот он был там-то, у него такая-то группа инвалидности. Либо он на отбавку получает, если уже там пенсионером является. Либо, значит, вот гражданин достигает 80-летнего возраста. Как известно, там двойная выплата, фиксированные выплаты бывают, да? Раньше для этого нужно было действительно прийти и показать документы. Сейчас мы это делаем в автоматическом режиме. Да что там говорить? Все перерасчеты пенсии у нас, все индексации пенсии проходят в автоматическом режиме без всяких заявлений. Поэтому вот мы постепенно, но постепенно, я бы сказал, достаточно быстрыми темпами идем к тому, чтобы большинство наших действий происходили в беззаявительном порядке, без, собственно, участия гражданина. На основании тех данных, которые есть в различных информационных источниках. А, кстати, вот у самозанятых идет трудовой стаж? Страховой-то, понятно, не идет, наверное, если они ничего не отчисляют, а трудовой? Ну вот я говорил вначале, что те, кто зарегистрировался сейчас, кто вот зарегистрируется, да, и кто будет какую-то там небольшую сумму уплачивать, у них этот стаж будет идти. И тогда он будет иметь право на социальные гарантии. Если он этого не сделает, то, естественно, никаких отчислений нет. То есть за счет чего назначается пенсия? За счет тех отчислений, которые делаются для выплаты пенсии. А если их нет, ну, извиняюсь. А если человек, например, в силу каких-то физических особенностей, не мог всю жизнь работать, он не получает пенсию? У нас есть другие формы выплаты пенсии и содержания. У нас есть, допустим, если человек не может работать, есть пенсии по инвалидности. Если у него нет необходимого стажа для получения страховой пенсии, он может получить социальную. Но социальная пенсия назначается плюс пять лет к пенсионному возрасту. А если, ну, бывает такое, ну, сейчас, наверное, не часто, но, тем не менее, вот женщина, например, не работала всю жизнь, детьми там занималась, да? Условно говоря, раз уж мы тут в преддверии 8 марта говорим, там с пенсия как дела обстоят. Кстати говоря, значит, уход за детьми, он включается в стаж. Точно так же, как уход за пожилыми людьми, это тоже включается в стаж и учитывается в определенном количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов. И могу сказать, что, допустим, уход, если у женщины трое и более детей в семье, то пенсионные права, она заработает выше, чем заработает работающий гражданин при получении средней заработной платы у нас в области. Это мы расчетным путем сделали такой вывод. Поэтому уход за детьми, и сейчас вообще демографическая ситуация, и все вот те выплаты, о которых мы сегодня с вами говорили, это в том числе возможность для семьи воспитать детей, и в том числе это возможность формировать свои пенсионные права. Полторы минуты у нас остается. Знаете, Николай Владимирович, хочу еще спросить про маткапитал. Как-то мы быстро его перескочили. Да, индексируется тут сумма материнского капитала у нас регулярная, и тут уже приличная цифра получается в этом году. Ранее, когда мы с вами встречались в нашей студии, вы говорили, что у нас в области есть традиционный процент, маленький такой, но вот те, кто не обращается за маткапиталом, право на него имеют, но не обращаются. Таких меньше становится в последнее время, в связи с тем, что и суммы растут. Да, их меньше становится, в том числе за счет того, что сейчас появилась возможность за счет маткапитала получать ежемесячные выплаты. И те, кто, скажем, не нуждается в улучшении жилищных условий, к примеру, и дети пока, значит, не учатся, допустим, в учебных заведениях, они, в принципе, могут получать ежемесячную выплату. То есть точно так же пишут заявление и получают эту выплату. Поэтому сумма-то у них капитала есть, но она используется. То есть она не лежит мертвым грузом, она используется, ну, скажем, в другом виде. На этом будем завершать, да, нашу сегодняшнюю беседу. Смотрю на часы. Николай Пасынков, управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Кировской области. Наш гость. Еще раз напоминаем, что накануне 8 марта мы поздравляем прекрасную половину, да, с этим праздником весны. Несколько слов еще. Есть возможность, если есть желание. Да, я хотел бы действительно еще раз обратиться ко всем нашим милым дамам, кировчанкам, с поздравлением, с праздником. Естественно, мы выполняем ту функцию, которая возложена на нас правительством и надеемся, что выполняем ее качественно, ждем ваших заявлений. Мы готовы выплатить вам те суммы, которые вам положены и обеспечить возможность воспитания ваших детей в тех условиях, которые нам предлагает сегодняшнее правительство и президент Российской Федерации. Николай Пасынков, управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Кировской области, Владимир Сметанин, Дарья Топузлеева. Прощаемся.